МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От природной стихии пострадали 12 муниципалитетов. В столице республики частный сектор Южного микрорайона остался без электричества. На восстановление жизнеобеспечения направлены все силы. Сейчас в первую очередь нужно убрать поваленные деревья и свисающие ветви, которые могут повредить линии электропередач. 1400 домов у нас были отключены в результате стихийных бедствий. На сегодняшний день мы 750 домов остановили. Вчера еще дополнительно у нас появился вот этот микрорайон. Вчера буквально после 10 вечера здесь вот ветка упала, и столб упал, и подстанция отключила для жителей этого микрорайона. Это 16 домов. И для нас важно было в первую очередь установить здесь. Сейчас остается частный сектор, частный сектор Южного поселка, сегодня будут работать. Месогимнатский проезд. И в основном к концу дня мы максимально постараемся с жителем подать электричество. Несмотря на выходной день, на работу вышли все работники управляющих компаний. Глава республики Михаил Игнатьев тоже взял в руки бензопилу и призвал присоединиться к уборке руководителей города. Не устояли перед природным катаклизмом не только деревья, но и железобетонные столбы электропередач. Провода, покрытые льдом, становятся в три раза тяжелее. Не выдерживает напора один столб, за ним падают и все остальные. Десятки людей должны проходить, работать к завершению установки опор. Задача наша – провода должны быть чистые. На этом участке около деревни Янгильдина Чебоксарского района нужно восстановить 13 столбов. К вечеру планируют закончить работу. Мы круглые сутки работаем, уже третий день. Хотя кормят, нормально кормят. Но задачи поставлены, будут выполнены. На один столб, когда бурешь, земля какая-то плохая. Ну, уходит время побольше. А так ставить, быстро получается. Ну, минуту, наверное, полчаса где-то. Провода можно использовать повторно, но прежде их нужно очистить от льда. На помощь энергетикам пришли местные жители. Работа идет. Ведется энергетиками в практически круглосуточном режиме. Организовано питание. Сейчас дополнительно запрашиваем городских предприятий технику. Это, прежде всего, автовышки. Вот, дополнительно, четыре автовышки привлекли. Сельхозпредприятия, где круглосуточный режим работы. Задействованы генераторы, дойка, чтобы производилась своевременно. Крупные птицевольские предприятия на нашей территории три. Слава богу, не пострадали от этих стекийных бедствий. Там режим функционирует нормально. На комплексу ВАР тоже работает. Вчера подключение сделали. Очень много обрубов. Внутри населенных пунктов, в первую очередь, высоковольтные, так называемые, десятки устранений будет. Потом уже переходим на 0,4 и, наверное, завершим. Всю ситуацию отслеживают в диспетчерском центре «Чуваш-энерго». В целях скорейшего завершения восстановительных работ задействованы около 80 ремонтных бригад и 68 единиц техники. Кроме того, к работе привлекли и бригады из соседних регионов. На данный момент более 10 тысяч жителей республики остаются без электричества. Оценив обстановку, Морозка Волги приняла решение о мобилизации всех имеющихся аварийных восстановительных бригад. И мы направили сюда людей, спецтехники со всех наших филиалов, от ближайшей для вас Мордовии до самой дальнего Оренбурга. Направленные наши силы полностью позволяют контролировать ситуацию и провести аварийно-восстановительные работы. Сеть 10 кВт будет, наверное, введена в работу к концу сегодняшних суток. И большинство потребителей, питающихся от наших сетей на уровне напряжения 0,4 кВт, большинство будут включены к концу следующих суток. Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов привлечено 65 резервных источников. Как только работу подстанции восстанавливают, дизель-генератор переводят на другой объект. В ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий задействованы все необходимые оперативные службы. Ситуация находится под контролем муниципалитетов и правительства. Ситуация находится под контролем муниципалитетов. Продолжение следует...